Снова за парты. Выпускники российских школ начали сдавать единый государственный экзамен. Сегодня во всех регионах прошли испытания по географии и литературе. На этой неделе состоятся ЕГЭ по обязательным предметам. О безопасности при проведении экзаменов в репортаже моего коллеги Дмитрия Ковалева. Это похоже на операцию спецслужб. В школе опечатаны классы и установлены глушители мобильных сигналов. Учеников у входа досматривают с помощью металлодетекторов. В этом году на экзамен запрещено проносить не только сотовые телефоны, но и электронные часы. Список разрешенных предметов небольшой – вода, шоколад и письменные принадлежности. В этой школе ученики пишут экзамен под прицелом видеокамер. Но за ребятами наблюдает не только большой брат. Персоналы прошли мы все полностью инструктаж. Этим занималось Министерство образования нашей республики. Все, кто был задействован в ЕГЭ, все они прошли инструктаж. В том числе и я. Главная задача – обеспечить честность сдачи экзаменов. В этом году составы предметных комиссий были обновлены. В республику прибыли и два федеральных инспектора Рособорнадзора. Для нас важно еще обеспечить безопасность представителей, организаторов ЕГЭ. Потому что когда нарушается правило проведения ЕГЭ, мы наказываем не только ученика, лишаем ее возможности сдачи экзамена по этому предмету в этом году, но мы наказываем организаторов пунктов проведения ЕГЭ до 30 тысяч штрафов. Это очень достаточно существенно. Литературу и географию в республике сдали более 300 учеников. Следом, экзамен по русскому языку. Он назначен на 28 мая. Министерства образования региона отмечают, что выпускники все чаще делают выбор в пользу точных наук. Будущим математикам в этом году придется сдавать и дополнительные ЕГЭ. Математика делится в этом году, в отличие от прошлых лет, на два уровня. Это базовый. Это дает возможность гуманитариям сдать на предмет, сдать, сдал, не сдал. В принципе, а профильный уровень сдают те выпускники, которым нужна математика для продолжения обучения в УЗИ. Всего же в этом году в республике единый государственный экзамен сдадут более 6,5 тысяч учеников. Медрик Ковалев, Андрей Шоклев и Расиль Мухаммедов. Республика.